Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим цикл бесед, который у нас называется «Во свете Библии». Это полная Библия с неканоническими книгами, 77 книг Патриаршего издания, 1876 года, перевод синодальный. Вопросов очень много. Я только в своих книгах отвечаю на 4124 вопроса, которые мне задавали в университетах, школах, милиции, на радио. И сейчас решили мы еще раз проверить, для сравнения с тем, что сегодня мы видим в эфире, как мы относимся к Слову Божию. И вот брат Игорь Добунов, Игорь Владимирович, он решил это начать со второго тома. В первом томе я отвечаю на 600 вопросов. У нас вышло 30 книг под названием «Открытым оком». Вот показатели. Главное здесь это противосектантское. Самые спорные вопросы с сектантами рассматриваются на словане Слова Божьей. Без критики, без всего. Конкретно. Я 50 лет занимаюсь миссионерской работой и накопился громаднейший опыт. И вот как они говорят, потому что тогда были не такие, даже и баптисты, адвентисты, 50-ники. Они умели беседовать по Слову Божию. А сейчас им ничего не надо. Где двое, трое, там Христос. Все. Богословие кончилось, как у старобрядцев. Ты еретик, переходи к нам. А тогда так. Он приводит местописание, я на него отвечаю. Я ему привожу местописание, он отвечает. И поэтому результат был другой. Хотя бы некоторых из лап сатаны сатана вырывал. А сегодня этого нет. Как будто души проданы. Я ему привожу 10 местописания. Он даже не читает. А зачем это нужно? Я спасен. Он спасен. Большего обольщения сатане нельзя было придумать, наверное. В аду особенно много тех, кто ад отрицает. Особенно много. Затауз говорит, Бог для того предупреждает о наличии ада, чтобы ты туда не попал. А сатана скрывает, ничего нет. Как ловит зверей. Большую яму выкапывает на тропе. Потом прикрывает землей, присыпает. И лапой мертвого зверя делает следы. Ну и чтобы запаху не было. И он рушится, а там коле острое. Он сразу напаривается на них. Мамонт твой. Так вот, сегодня мы начнем. Вот, 602 вопрос. 602. Давай. Прочитай его. Это как мне задавали в университетах, в школах, по радио. Некоторые говорят, да вы сами вопросы придумайте. Но у меня и бумажки, и живые люди, которые есть. Я все вопросы плоховато слышу. И мне вопросы нужны были в писанном виде. И они все сохранились. Тем более, когда начинаем читать, люди говорят, да это мой вопрос. Другой читает книгу, да вот он мой вопрос. Вот такое счастье ощутить может тот человек, который без повреждения преподает человеку то, что он сказал. А сегодня даже беседовать миссионеры не могут. Друг на друга что-то, какой-то поклеб делает. Ему говоришь об этом. А у вас попы такие. Я конкретно местописание показываю. Если не будете есть плоти сына человеческого, не имеете жизни. А у вас свечками торгуют. Как умалишенный дом какой-то. Но ты можешь ответить, опровергнуть слова Христа. Он не слышит. Не только не слышит, а не желает слышать. Господь говорит, почему вы не понимаете речи моей? Понимаете, программное слово Христа это Евангелие Тиана 8 глава. Почему вы не хотите слышать? Вы не можете слышать. Оно не вмещается. Я ему снова показываю церковь, только там, где есть настоящее рукоположение. А вы мощам поклоняетесь, вы трупопоклонники. Это мы отдельной темой, мы уже говорили об этом. Конкретно. Есть у вас рукоположение или нет? Или это не нужная вещь? То есть по любому вопросу нужно выставленные в места Писания. Все до одного разобрать надо. А если этого нет, тема закончена. Ты сам себе уже голова. То есть колпак мистического вольнодумства Сатана надвинул по самые плечи. Так могу сказать. Итак, вопрос 602. Открытым оком. Том 2. Все книги у меня называются «Открытым оком». Откуда эти слова? Число 24 глава, 3-й, 15-й стих. Смотреть открытым оком и во свете Библии. Пожалуйста. Насколько в наше время есть вероятность спастись? Ибо судя по всему, что творится в мире и в церкви, то это очень трудно. Вот представьте, зал. Вначале у меня был актовый зал. Потом стало поменьше людей. Стали открывать храмы. Люди хотят спастись. Очень трудно. Я должен сказать, да это не трудно. И православный скажет, не трудно. Чаще исповедуйся, чаще прищищайся. У старобрядцев ты и ретих, переходи к нам. Все, в аптисов, переходи к нам. Ты спасен. Поверь, что Христос умер за тебя. Прими его в свое сердце. Все, развитие закончилось. Но у харизматов научись падать, пену пускать, ворочаться, лаять, визжать. Что они там делают еще? К Шаповалу пойди. Крещат, кажется, прости Господи, гузно вывернется. Даже коммунисты так не крещали. Даже Троцкий так не говорил. Я отвечаю в Слове Божьем. Ответьте, прочитайте, пожалуйста, мой ответ. А то мне трудно смотреть. Трудно и почти невозможно. Филиппийцам 4 глава, 13 стих. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Так, как люди понимают, я им сразу начинаю объяснять. Это мои занятия, как я приводил. Все могу. Так ты что, Бог разве? Да и Бог не все может. Но это вообще как? Бог, Он всемогущий. Ну да, всемогущий-то всемогущий, но Он не все может делать. Как? Бог не может отречься с самого себя, написано. Бог не может быть неверным в Слове Своем. А как это так? Да так, сказал и обязательно сбудется. Как сегодня. А евреи, они там предатели, жиды там. Бог обещал Аврааму благословить его в тысячи родов. И он будет благословен до последнего человека. И обратятся. Так они сегодня не такие. Не важно. Если некоторые оказались неверны, то Бог верен, как Павел говорит. Я тоже иудей, из колена Вениаминова. Вот доказательство. Нужно верить написанному Священным Писанием. Что могу делать? Добро. Все позволительно, не все полезно. А не полезно, а что испытывать нечего? Дай-ка я уколюсь один раз. А зачем? Уже те, которые кололись, они на кладбище лежат. Тебе недостаточно? Опыт других людей надо перенимать. Хотя бы посмертно. И дальше. Первое, Коринфянам 10, глава 13 стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст и облегчение. Так, чтобы вы могли перенести. Я это привожу. У меня всегда раскрытая Библия на кафедре. И начинаю это объяснять. У вас затруднения. А я, в общем-то, знаю ситуацию. У одной, где ребенок потерялся. Вышел играть, и по сегодняшний день нет. Где он, Бог? Я без мужа была. Вся надежда один ребенок. Она еврейка. Ходит на занятия. И по сегодняшний день она не может до конца договорить. Плащет. А у меня сын ушел в Чечню. Взяли. И теперь в гробу привезли. И где он, Бог? И все эти вопросы я должен вместить в один ответ для каждого. Я не знаю, как это сделать. И Господь подсказывает. Искушение вас постигло. Испытание. То есть человеческое. А Бог-то верен. Бог-то где? Бог-то верен. Он обещал помочь. И как? Он не попустит, чтобы сверх меры было. У вас еще сын остался? Ну да, у меня двое сыновей. А у эпистемии в семье было муж и десять мужчин. Все ушли на фронте, все погибли. Все одиннадцать. У праведной Ивы десять сыновья и дочери. Все погибли десять детей. В один день. Это каково? У нас примеры есть. Долготерпение. Утешься. Это короткое время. Бог нас испытывает. Дальше. Римлянам 5 глава 20 стих. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Вот это место я привожу и начинаю кратко объяснять. Я прямо остановлюсь. Скажите, вот сегодня выступают сектанты разные по радио, по телевидению, православные батюшки, вплоть до патриарха. Почему они не ведут людей прямо к Слову Божию? Я всегда зайду в этот вопрос. Отвечаю только одним. Они не любят Бога. И не любят Библию. Со мной одно время вступил в полемику. Такой богослов был известный. Лев Лебедев из Курска. Должно быть. И он очень известный. Много печатался в журнале Московской патриархии. О богослов, богослов. Но он меня клеймил, таскал как хотел. Говорит, и за волос, и за воротник. За то, что я сторонник русского языка. Богослужение только на Старковном Славянском. Я говорю, христианин не может никого убивать. Нет, может даже защищать. Я говорю, ну вы пойдете. Ну сегодня такая власть шальная, антинародная, я бы и сына не отдал. О! Да как кто будет определять этот размер? Или пошел, или не пошел. Тогда не было альтернативной возможности. Я могу быть расстрелянным. А я говорю, знаете, батюшка, вы не любите ни Бога, ни людей. Я скажи, как проткнул. Я даже не ожидал такой реакции. Он мгновенно мне ответил, а тогда ответ только почтой, письмом. Он, да, тут вы сказали правильно, не любим мы. Не любим, и поэтому отсюда весь ответ. Вот и так. Если мы любим Бога, мы скажем, благодать стала преизобиловать. Несмотря что человек стал более склонен к греху, умножились соблазны, столько средств информации, как интернет, в магазинах, разные журналы. Но благодать преизобилует. И сверхсилы не будет. Я к тому говорю, что спастись сегодня можно. Почему Ян Златоуз говорит? Вот если это обстановка такая, храмы закрыты, все говорят, у нас не было возможности. Но в это время люди, жившие в Советском Союзе, были верующие, были, хотя бы один будет. И цариса Савская обличит вас. От концов пределов земли она пришла. Изнеженная царица. И она услышала о мудрости Соломоновой и пришла услышать насладиться. Вы же услышали о пришедшем на землю Сыне Божием. И ни один не подвигался. Вы не видели кресты на скорой помощи? Видели. А видели на кладбище? Видели. А что назначают? Да как ты не думал? Вот за это ты и ответишь, что ты не думал. А для этого тебе была голова данная думать. Пес, потерявший хозяина, умирает под крестом там на кладбище. А ты не можешь один раз на Голгофу зайти. Взойдем на Голгофу, мой брат. Там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он. Больных исцелял. А теперь он казнен. Пойдем перед ним. Ты не слышал, есть такая православная церковь? Ну, видел. А почему не зашел? Ну, как-то тогда это не одобрялось. Да коммунист был, да. Тогда и ответишь и за это еще. А ты слышал, были баптисты, евангельские христиане называются. Ну да. Так это еретики. Да ты-то ничего не знаешь, какие тебе еретики. Ну, один раз зашел бы, послушал. У них можно было и Евангелие достать. А что это такое? Вот за это ты тоже ответишь. За каждое слово. Я-то должен с капелью каждому объяснить. Привести людей ко Христу и к Евангелию, к Святой Библии. Далее я беру следующее место. Третья ездра, 6 глава, 33 стих. Посему он послал меня показать тебе все это и сказать, уповай и не бойся. Вот это я должен сказать. Чудо Божие, ты видел или нет? Какая была война. Плотную к Москве враг подошел, Наполеон даже зашел, и опять как-то страна восстала. Удивительно, да. Какие репрессии. Сто миллионов голов почти отлетело. Но народ как-то выжил. Вылавливали самых красивых, самых грамотных, все уничтожались. И вдруг опять какие-то красавицы появляются, какие-то лауреаты Нобелевской премии. Это милость Божия, уповай. У вас была трудность? Да, трудно. Вот у меня, конечно, бабушка, у ней три сына по годке. Там 23, там 22, 21 год. Все ушли артиллеристами и все погибли у своих лафетов. Осталась одна моя мама. Мама, которая ушла, как говорят, самокруткой, бегом, без разрешения родителей. И родители от нее отказались. Почему? Да у них трое сыновей. А вот теперь поставила вся война на место. И теперь она у нас будет. И мы у нее будем уже на квартире. Через войну мы примирились. В потомстве. И поэтому, что? Надейся и уповай. Не бойся. Притча. 22 глава, 19 стих. Чтобы упование твое было на Господа. Я учу тебя и сегодня. И ты помни. Как бы трудно ни было. Сегодня такая вот обстановка. ЖКХ пожирает все. Богатство перекачали в другую страну. Олигархи разворовали. Стоит вопрос об уничтожении русской нации. Всего 15 миллионов поставить. Масонство везде захватило еврейство. Я это знаю лучше вас. Теме масонства я повсетил 14 лет. Я сидел за это. Сейчас обвинение оттуда было. Все, что о масонах было известно до революции. В советской зарубежной печати я все опубликовал. М1, М5 был материал. Так что в будущем полковник КГБ, говорит, я зашел от дела, которые вами занимались, и услышал там, как говорят, я сразу вышел, чтобы не быть ответственным. Даже там, даже при таком звании страшно было. Ну, надейся и уповай. Я учу тебя. И Господь показал и вывел, потому что мое упование в тюрьмах, в психиатрии, где меня томили и давили 26 лет. И Бог позволил выйти на свободу и людям рассказать, уповай на Бога. С Богом мы все возможим. Мы сильные. Покоряйтесь и языц, яко с нами Бог. А когда Бог, там большинство, где Бог. Далее. Исайя, 12 глав, 2 стих. Вот Бог спасение мое. Уповаю на него и не боюсь. Ибо Господь, сила моя и пение мое, Господь. И он был мне во спасение. Ничего не надо толковать. Теперь нужно только это показать. Как уповали люди, которые были в плену, еврейский народ. И как он их вывел оттуда. И находились вожди народа. А Моисея-то уже не были. Ну, его нету. Пропали мы. Ничего. Иисус на вин придет. А его не будет. Ездру восставит Господь. Неемею. Зарававеля. Господь так делает, что, казалось бы, из праха заново все восстает. И далее. Псалом 113, 19 стих. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь ищет. Видите, какой простой вопрос мне задают. И я его не отвечаю. Я просто говорю, послушаем, что скажет Бог. Громадная ошибка всех, кто пытается учить людей, в том, что они забываются. Они себя на место Бога ставят. Люди приходят или по эфиру в интернете задают вопрос не отцу Дмитрию. Не диакону профессору. Они задают вопрос Богу. Но они думают, что через тебя Бог ответит. А ты что рассказываешь? Я могу это подтвердить другими местами. Опытом жизни своей подтвердить, но не опровергнуть. Моя жизнь была такая корявая, с такими крутыми поворотами, что я могу в каждом стихе увидеть самого себя. Он по мне проехался, и я везде говорил Аллилуйя, Аминь. Это потолок. У меня есть такое стихотворение. Не знаю, здесь она, в этой книге или нет. Называется Аллилуйя. У меня написано 3467 стихотворений. Видимо, в первом томе это написано. Дальше. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Павел непрестанно пометует ваше дело веры и труд, любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. То есть Павел непрестанно помнил веру и труд людей, терпение, упование перед Богом, это в молитвах. И когда люди слышат голос Божий и становятся на истинный путь, они делаются как кремень из этой разжиженности, аморфности, медузности. Это такие получались люди, что ничего с ними не могли сделать. А тут вера, надежда, любовь. Больше святых нет, как только однажды это было, знаем мы в Риме, мать их София. И она их всех привела ко Христу. Император допрашивает уже последний. Ну ты-то как? А на что отвечает? Из одних книг мы учились. Вторая книга Маховейская, 7 глава. 7 сыновей одного за другим, мать сама возводит на костер, на мучение, выдавливает глаза, режет кожу, жарит на сковордах. И она последним, наклонившись, посмеваясь с учителем, говорит, тебе уже на небе, я получу тебя, то есть с Богом. На небо придут после воскресения Христа. Вот как надо. У тебя болезнь, неизвещимая болезнь, и ты знаешь, осталось жить тебе меньше. У тебя опухоль мозга, рак захватил. И даже проститься не успеешь. Успей прошептать Аллилуйя. Он знает. И вот в этом стихе заложено все. И все это будут помнить и молиться. Так что? Чем труднее, тем блистательнее победа. А если бы не было борца, противоположно, с кем бороться, а за что бы, говорит, получил награду? Теперь послушаем, что говорит об этом златоуст. О нас, слабых, немощных. У нас от того, что нет никого совершенно здорового в вере, но все больны, одни более, другие менее. Никто не в состоянии пособить лежащим. Так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовые, и расстройства нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас. Потому что мы идем такую дорогою, как будто решились идти против заповеди его. Иоанн Златоуст православный патриарх и говорит о православных людях, о нас. Это не о сектантах. Ну, тем более, это сегодня о нас. У нас здоровых-то никого нет. На каждом шву, батюшка благослови, батюшка благослови, спаси Христос. Ну, правильно ли батюшка сказал? Ну, а ему отвечают за нас. Ну, почему такое вот лебезенье-то идет? Вот мы благовествуем. А зараза эта везде проникла. И с нами едет корреспондент, он как первый секретарь, или председатель называется, Союза журналиста Полтайского края, Тепликов Сергей Александрович. И он пишет статью в газету «Известия». Я, говорит, никогда не ожидал такую реакцию. Оттуда звонят, ну, в это написали. А кто их благословил проповедовать в село Клочки, мама этого, Кребрихинского района? Он говорит, вы-то откуда знаете это слово? Уже в церкви были, приобщились. Уже воцерковились. Это он, человек, который не церковный совершенно. И он говорит, ну, Бог же благословил. Евангелие написано, идите проповедуйте. Это он от нас поднабрался. Он 20 с лишним лет уже с нами знакомый, по Теряевку ездил-то. И они, говорит, ничего не знают дальше, что сказать. Батюшка благословил, все. Любой разврат там в коробках, лишь бы только крестик поставить. У нас благословленная книжка, благословил патриарх. Да он в глаза не видал эту книжку. Где он бы благословил эти книги? Их тысячи уже. И все, патриарх благословил. Который письма-то сам считать не мог. Уже старый Алексей Второй-то. Ну, зачем обманывать-то? Именем патриарха прикрывается, как сейчас. У нас никого нет здоровых, потому что в Слово Божие не смотрим. Вот где все главное. И у меня в ответах почти везде стихи. Ответ и дальше стихи по теме. У меня более, я сейчас могу сказать, около 400 поэтов мира. Я ими пользуюсь. Мировая поэзия. Из своих 3467 стихотворений. Прочитать стихотворение. Это оно так в книге напечатано. Это мы взяли из второго тома. Один вопрос, который я отвечаю. Дело святое за правду стоять. Весело биться со злом. Люба врага на борьбу вызывать с ясным, открытым челом. В этой упорной, неравной борьбе лучше победы не жди. Знай, что пожать не придется тебе дум твоих светлых плоды. Но закаляясь все больше борьбой, не отступай ни на шаг, чтобы и труп опозоренный твой встретил с почтением враг. Федор Амулевский. Федоров. Федоров. Да, Амулевский. Вот один вопрос. Маленький вопрос, который я отвечаю. Бывают вопросы более сложные. Я привожу выдержки иногда не из одной, а из нескольких книг. А бывает иногда до десятка книг. До десятка. И все это взято в кавычки. У меня два тома специально. Я ответы давал только по житьям святых. Вот сказал, вот в течение месяца на все вопросы, которые мне задают, я буду отвечать только житьями святых. А разве это можно? Они жили задолго до нас. Когда я отвечаю, так это что? В третьем веке были такие. Да, как будто сегодня сказано. Вот это и оно. Что мы отвергли? Какое наследие? Вот сейчас выпущено снова 12 томов. Январь по декабрь. Жития святых. 1173 жития. Биографии. И по ним я отвечаю на 400 вопросов. После этого я говорю, в следующий месяц я буду отвечать на все вопросы, только поэзии русских поэтов за 300 лет. Как это может быть? И опять 26 том. Вопрос из 6 поэтов. На каждый вопрос, что какой поэт сказал. То есть одно дело тючев, другое именно по вопросу. Где он что сказал на эту тему? Конкретно, что он говорил о католиках? Или что говорил Высоцкий об этом? Что Пушкин? То есть от Самуарокова до нашего времени, до Дементьева. Когда на меня говорят, ну что Вы там хвалитесь? Но я говорю, мне не одолеть бы это, как бы не Евгений Евтушенко. Без его помощи просто это невозможно осилить. Я должен на каждый вопрос проворачивать мгновенно 20 тысяч стихотворений, файлов. Но одно дело, что Бог дал мне, как пишет Быков, уникальную память. Но другое дело, что это невозможно. Это невозможно. Но Бог это дает. И поэтому люди приходят спрашивать ответ не у нас. Я должен показать, что говорит о том Библии. Что говорят святые отцы. А это 300 томов палеантов. 300. Патрология менее. Что об этом говорят? Каноны. 7 вселенских, 9 поместных, 17 святых отцов. Книга правил. Что они об этом говорят? А если этого ничего нет, ни жития святых, ни трудов святых отцов, ни канонов, ни Библии, зачем твой ответ? Я людей привожу к книгам. И следующий вопрос, я говорю, попытаемся теперь найти. И листать. Они научаются листать. Но я говорю в основном православных. Сектанты, они или сразу покоряются, принимают это, и не понимают. Зачем вы там считаете, не из Библии? У нас Библии достаточно. Кроме Библии вообще ничего не считают. Начинают беседовать, вообще не знают Библию. Пища не приближает, не отдаляет. Это уже такой классический прием. Да, написано. Найди где, ни один не может найти. Ну, как же так проповедуют, листают. Нигде нет, этого нет в Библии. Добавили. А она не приближает, но она далеко отдаляет пищу. Очень далеко. Вот я показываю на одном примере, на одном вопросе, как нужно серьезно относиться к людям, которые пришли к нам. Это потенциально готовые могут быть люди для Царствия Божия. И если мы их привязываем к себе, значит, привязываем его к секте какой-то. А если говорим к церкви, а церковь Бог создал. Я прямо говорю, вот это сказал Игнатий Богоносец. Вот это его из шестого посла, это послание его, и прямо показы, откуда и что. Вот это взято из дедахи. А вот это из канона шестого Вселенского собора. И где взято? А почему вы на них ссылаетесь? Да потому что это путь церкви. Дух Святой обещал быть всегда в церкви. Почему мы думаем так, что Дух Святой покинул в первом веке и явился только в сектантах, ну, с момента их возникновения-то. Он сказал, во все дни до скончания века. И я показываю, беру данные, что сказал об этом Григорий Богослов, что Ефрем Сирин сказал, Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский. Мы верующие, входим в наследие церкви, мы православные. Сектантов они не могут услышать. Они Джоны, какие угодно, там Карг или Бакмелдеры, Елена Уайт, они Смиты, все собирают. Почему? А они отрезаны до того времени, у них там непроходимая пропасть. И вот здесь, когда приводят они, посчитайте, Дерекса какого-то там берет, Хина, у них вообще нет связи с церковью. Но Господь-то обещал прийти за церковью. И вот в этом маленьком вопросе, сколько всего заложено, мне очень легко отвечать. А было, что на какие-то вопросы они отвечали, ни одного вопроса за 50 лет такого не было. Явно провокационнейшее. Знаю, что тут сидят представители краевой администрации, в аудитории, сидят представители ФСБ, профессора, я все равно отвечу, как должно. А почему? Где Дух Господень, там свобода. А если только можно, нельзя, боюсь, Дух Божий просто покидает. Духу Божию не надо рецензии устраивать. Он сказал, я обязан возвестить. Богу нашему слава во веки веков. К этому вопросу есть подвопросники? Ну, есть вопрос. Давай. Здесь разговор от сам человек, который задает этот вопрос. Такой вопрос у меня тоже возникал. Когда я обратился к Богу от неверия, то этот вопрос сразу возник. Но я, получается, почему я-то спасусь один? То есть вообще возможно это дело или нет? Спастись-то? И когда я задал этот вопрос священникам, ну, первый раз, это мой опыт подцерковный был, то священники ни к чему на этот вопрос не отвечали. То есть вот если с этой позиции подойти, ответа теперь священнослужителя. Как бы он на этот вопрос ответил, как вот вы знаете? Я знаю. Нужно знать, что такое благодать. А что такое благодать? Нужно обратиться к Феофану Затворнику. Говору. Он говорит, благодать трех видов. Первая, благодать призывающая. То есть должна быть проповедь. Как уверовать, если ты не слышал. Вторая, благодать обращающая. То есть сеющий, поливающий ничто, но все Бог возвращающий. Это вторая часть благодати. И третья, благодать освящающая. То есть это таинство церкви. В церкви, повторяю, не в секте, там нет ни одного таинства. Да они не настаивают на этом. У них только воспоминание какое и все. У нас истина таинства. Истина отпущения грехов в крещение. Истина тела Христова и кровь Христова. То есть все семь таинств. Вот первые две части благодати очень сильно воспринимаются даже сектантами. Я про других не буду говорить, это слишком далеко уже. А вот баптисты. У них призыв точно по Евангелию, верить во Христа, во Святую Троицу, признают воскресенье, загробно учат. Это готовые православные люди. Но у них третьей части освящающей нету нуль. Совершенно. Я всегда говорю, если бы баптисты были смиренные, пришли, там старшие пресвятера раньше называли, сейчас называют и приступами. Изводит? Говори. Говори. Да. Ну. Ты рассказала, что там в дом инвалидов надо идти. Так, дальше. Сегодня сходит обязательно, да? Ну все, она звонила, значит ее узнать, что нужно ей, все, чтобы представить. Она из Биска переехали в Варнаву, это дом инвалидов. Ну все, с Богом, отошел. Ну и душа позвонила из дома инвалидов. Надо сразу в этот день пойти. И вот знаете, в воскресенье уже договаривались, что за ней послем мы легковую машину и привезем на богослужение. Она говорит, я из баптиста, там христианская. Я говорю, нас это не касается. Ты один раз посмотришь. Она не может нарадоваться, что мой голос услышал. У нее десятый том, я уже несколько раз там прочитала, или считала только, нравится какой. Пожалуйста, результат. И если православного обратиться, то первых двух частей даже совсем бывает нет. Ни призывающий, ничего нет, и не обращающий. А с мира зашел, батюшка его там ладошкой мокрой хлопал по голове, по затылку. Все, причащайся. Так, не спасаются. Туда должны подойти подготовленные. Вот у нас люди, которые ходили, они все приняли полное крещение, несмотря на то, что в церкви что-то над ними было. Без погружения мы вообще не признаем закрещение. Ну, согласно канону апостольского, 50-го, все, кто так делал, должны быть извержены из сана. Сегодня это включить, то в православной церкви священников не останется, может, ни одного. До патриарха. Они эти каноны попирают сплошь и рядом, даже больше, чем сектанты. Поэтому православную церковь сегодня называют секта. Секта со всеми ее извращениями. И труппопоклонцам, я беру из эпиры где-то. Они ни к чему не прислушиваются. Я вспоминаю слова патриарха Кирилла Гундяева. Он приехал, когда с Востока, и говорит, состояние церкви огромное тире. Духовные развалины. А я только добавляю, не вы ли это сделали? Да к вам-то показали не худшее. А где я-то в прошлом году был? 240 городов проехали, сел районных, от Москвы до Находки, до Владивостока. Выжженный Хиросима. Сектанты практически от севера, восток весь захватили уже все. И православие, это будет все только как бы реликтовый какой-то корешок, где-то в археологических музеях может быть. Такого православия никто не знал, как сегодня, попутно сказать. Это же самый Феофан Затворник говорил в 1861 году. Одно, от силы два поколения и православие на Руси исчезнет. Я всегда добавляю, тут два варианта. Или он был лжепророк, потому что православные купола сияют, или он имел в виду все-таки другое православие. И то, что есть, не об этом ли Бог говорит, найду ли веру на земле, явившись. То есть, не вот эти суеверия, а это совокупность всего языческого все соединилось в церкви. И ворожба идет, а как ворожба? В городе Фрунзе, Киргизская ССР. Мне пришлось работу вести со священниками, и двое из них покаялись. И один из них был, кажется, как раз настоятель. Они покаяние перенесли перед народом, вышли. Вот представьте такую ситуацию. Выходят и просят прощения. Мы вас не учили. Мы заблудили вас. Что мы делали? Мы только себя показать. Вот нам нравится, вы подходите, благословляете, руки целуете. Итак, прекращаем мы причащаться. Великий пост наступил. Андрея Критского отмолимся. И дальше до страстной недели никто не будет причащаться. Все, кто волшебные молитвы имел, бабушки, лечили кого, принесите все сюда. На исповеди стали свои записки. Он говорит, вот такие две кипы принесли, говорит. И тогда во дворе мы все это сожгли. И только на последней неделе стали исповедовать. Так это в одном городе, всего в одном городе. Но эта зараза-то сплошь и рядом. Так что спастись возможно, если Христос будет с нами, и будем по заповеди Божьей, и бежать на ресталище так, чтобы первое место получить. На меньшее не надо рассчитывать. Я смиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не оказаться недостойным. Вот ответ. Спастись возможно, и обязательно на меньшее я не рассчитываю. Ну вот вы говорите о неправильном входе в церковь. Да. И значит получается, что вот этот неправильный вход в церковь, он влияет отрицательно не только на паству, но и на само священство? Конечно. Правильный вход – это то, что нам указано. Покайтесь. Первое. Покайтесь. А далее. Веруйте в Евангелие. А его Евангелие в руки-то не давали. В 1876 году перевели, а Крещение в 988. Еще непонятно-то. А где оно, Евангелие, было? Да его не было. Как будто бы никто его не знал. Не слышали. Да когда издали-то его сектанты все перекупили. А далее по ступеням показать человеку. Три ступеньки пройдешь. Так. Покайтесь. И веруйте в Евангелие. Поняли? Так, теперь что? Отвергнись с себя, возьми крест, следуй за мной. Очень даже просто. А возможно ли это? Да, возможно. А сколько периодов времени какой? Ну, как только услышал, и все, встань, крестись, я мой, грехи твои. Что нам делать? Ответ один – уверовать. И когда человек уверовал, крестился, с троекратным полным погружением, руками истинного пастыря, получил помазание Духа Святого, все, вход в церковь правильный. А сейчас так. Вот отец Дмитрий Смирнов такой есть, выступает, я, говорит, 30 лет, там, священником, кажется. 20 лишним лет крестил, оглянулся, и никого нигде нет. Сам себе уже подводит черту. Вот так. И никого нету. Никого нет. Как отец Дмитрий Дудко говорит, кто-то ушел, кто-то с ума сошел, кто-то против поднялся. Обернулся, а дни развалили. Почему? Работать надо. Кто-то уйдет. А что уйдет? Третья часть – с неба пали ангелы. Не забывай. Третья часть – это гарантированно упадет. А так как он сошел в великой ярости, будет дальше половинить. От этой оставшейся еще третью часть будет резать. Естественно. Поэтому спастись возможно, иначе бы к невозможным Бог не призывал. И как говорит? Придите ко мне. Зачем звать, если бестолку? Я успокою вас. Не трудящиеся, как некоторые говорили, нашли тоже пролетариат, труждающиеся, тем, которым тяжело утрудились, не могут нести. А такие мы все. Я, когда услышал Слово Божие, обратился к Богу. И для меня это было, как вырезанное где-то на камне, что вот эти пять «Б», о которых я всегда проповедую. «Б» – первое – Бог, без него не спасись. Второе – Библия, скрытая. Дальше – благословение, благодать, будущее. Все. Без этого никому не спастись. Пожалуйста. Спасибо, Христос. Во славу Божию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.